Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Фастерон Лайд, начинаем мы смотреть финал фасткапа под номером 13088, где строятся у нас две команды. Команда Skyfalls против команды Tear. У нас не было ни одной команды, которую я комментировал с самого начала, и это хорошо, потому что мы можем посмотреть на разноплановую доту, как играют те команды, как играют другая команда, и это хорошо. И посмотреть на одинаковые матчи с одинаковыми персонажами, потому что, скорее всего, парни тренировали страту и пошли тестить его на фасткап перед всякими про-сериями, своими про-сериями, или же аматор-серии, которые не играют. Мы видим, что Тим Ланцер забанили у Салтура Девавра, Энчант, Растини и Хаос Найта. Вот я удивлен, почему забанили Хаос Найта, и его в последнее время вообще не пикают, я его ни разу не видел на своих стримах. Хотя, может быть, только пару раз, и то это было очень давно, где-то месяца два или три назад. Ну что же, забирают они себе Вич Доктора и Тускара, в принципе, я думаю, что это Тускар Саппорт, ибо опять же Роумище Саппорт, это всегда хорошо. Скайфолс у нас банят Баншу, Инвокера, Спектру, в принципе, три персонажа, которые популярны в последней мете, и кого-то они еще банили в прошлой игре, потому что в прошлой игре эти ребята были, они выиграли у... Своих оппонентов. Да, и Войтник еще был в бане, четыре баны, которые были в прошлой игре, они боятся только перебафанных персонажей, действительно, потому что у нас перебафанная Банша. Ну, Инвокер уже не такой перебафанный, Инвокера пофиксили, я считаю, что, ну, в принципе, этого беднягу можно оставить, потому что его и так уже пытаются фиксить, резать. Спектра, Спектра непорезанный персонаж, не знаю, что ему будут резать, скорее всего, будут резать дисперсию, или чтобы иллюзии, например, не выжигали ману от ультимейта, иллюзии только. Ну, потому что действительно жесть, или хотя бы, чтобы иллюзии наносили половину урона. Иллюзия половины урона от радиков, от всяких этих диффузов, то есть чтобы на половину работали, потому что полностью это очень-очень дисбалансно получается, она же тебя убивает одна иллюзия. Вот ты бедный саппорт-вич-доктор, ты бежишь по своим делам, ставить варды, скаутить территорию, да вообще что угодно. Ультует Спектра, а ты умираешь двух ударов. Я думаю, тебе не особо нравится. Ну и Войт, просто противный персонаж. Тим Лайнстер взяли, вич-доктора Тускара плюс, добрали Урсу, там есть у Скайфоллс, Свен, Бистмастер и Висп, опять играют через Виспа Свена, Бистмастера, и опять же, тот же самый пик, который был и в прошлой карте от команды Скайфоллс. Посмотрим, смогут ли они выиграть своего оппонента, я напоминаю, что это финал фасткапа под номером 13088. Играется он в формате Best of 1, как в принципе и весь турнир. Ну а мы ждем. Мы ждем. Скайфоллс. В принципе, Свеном против Урсы и Тускара, ну, против Тускара такой себе, на самом деле, без БКБ против Урсы. Не знаю, если честно, пока что мне больше нравится Пик Скайфоллс, нежели Тим Лайнстер и Бетам Урса. Свен должен разбирать Урсу, конечно, да, там есть Инрейдж, это же такой сильный скил, 80% защиты. Но на Инрейдж есть Жаба, на Инрейдж есть Стан, будут доджить Урсу. Просто, понимаете, есть два дизыбла у Леона, дизыбл у Свена, дизыбл у Бистмастера против Урсы. Урсу раскайтят. Свена не раскайтят. Свен соберет БКБ, и единственное, что его останавливает, это Валарус панчит Ускара. Ну и корни Лондроида теперь еще. Лондроид добирает в Хардлейн у нас Тим Лайнстер. Интересно, кого доберут у нас в мид. Теперь у нас Тускар, это точно саппорт, если, конечно, это не мид, потому что видел я один раз Тускара в миду. Он выиграл полностью свою линию, просто в щи выиграл. Ну а тем временем у нас последняя стадия банов и последняя стадия пиков. Кого же забанит Скайфоллс? В принципе, я не вижу, кого здесь можно забанить из опасных мид-лейнеров. А почему бы Лондроиду не пойти на мид? Смотря против кого, кстати. Если у Тим Лайнстер последний пик, Лондроид может пойти на мид. Я стал взять персонажа в Харду, потому что Лондроид выиграет мид. Я хочу посмотреть на Лондроиду в миду. Я просто хочу это увидеть своими глазами. Что же, забанит у нас Зевса Скайфоллс? Понимает, что Зевс просто убивает здесь и Лиона, и Виспа, и Бестмастера. Хотя Беста, по-моему, так себя убивает, но саппорты разваливаются с Прокастом. Даже не Прокаста в них, а Прокаста просто по территории. Он запустит какие-то два шальних хардлайтнинга, которые залетят, ну, у Виспа и Лиона, в верхнюю молнию Виспа ультимейт. Все. Там, я уверен, или он останется ХП-20. Вот Бестмастер по-любому себе соберет некрономиконы, ПТ-шку, поэтому он будет жить. Так еще и выжигать моно Зевсу. Выжигал бы, если бы Зевс был. Да. Тим Лансер, последний бан от них. Что же они решат забанить, против чего не хотят играть? Решают не играть против Квапы, понимая, что Квапа напрыгивает на Лон Труида, спокойно его убивает, что Квапа может напрыгнуть на Вич Доктора, сваря какой-нибудь себе арчит и затыкая Вич Доктора во время каста Деву Варда. Но пока что мы ждем последние пяти команд, команда Скайфолс и команда Тим Лансер. Посмотрим. Возможно, здесь не хватает, то есть здесь есть два саппорта, есть оффлейнер, есть корр персонаж. Здесь нужно двум командам набирать с мидера. Урса на Керри у Тим Лансера, мне не нравится Урса на Керри, конечно, я понимаю, что это сильный персонаж, но это перст дамаг, понимаете? Если игра уйдет в стадию 30 минуты и не будет проиграна в щи, игра до этой 30 минуты и ничего не сделает Тим Лансер, они проиграют. Скайфолс должны проиграть в щи, в щи, чтобы Урса набрала преимущество, чтобы Урса отошла, чтобы Урса сломала. А еще, кроме Лондруида, никто не дамажит по вышкам у команды Лансер, поэтому как они будут заходить на рампу против Леона, Магнуса, Бессмастера, я не знаю. Как эти парни зайдут на рампу, даже если им выиграют игру? Ну ладно, я им про спирит. Страховка на лейт. Но все равно, как же будут заходить на рампу, как они зайдут? Нужно убрать худ. Убираем мы худ. Отключается у нас 4 игрока, пока что это старый рекорд. 4 игрока. Если отключится 5, это будет новый рекорд. Или, по-моему, 5 у меня уже было отключенных игроков в начале игры. По-моему, было все-таки 5 отключенных игроков. Ну ладно. Когда отключится 6, я официально отпраздную этот момент на своем стриме. Ну что же. Команда Тир и команда СФ. Ждем мы пока герои. У нас. Гирь подключится и зайдут на свои места. Пока что мы ожидаем этого. Один переподключился. Осталось еще 3. Мы подождем. Пока что. Теперь подключается у нас из TFY. И ждем. Ждем пока, как не подключится последний персонаж. Что же, ждем. Давайте пока что представим, кто на ком играет. Иннет играет на MSP. Адепт. Эскапизма. Играет на Магнусе. Суперсоник играет на Свейне. Дару играет на Леоне. Картовка играет на Бистмастер. В то время как Фанки Ло играет на Тускаре. Человек с начитаемым ником еще не зашел. Ну, я обязательно дам минус ПТС. Его команде за такой ник на стриме. И STFY играет на Лондруиде. Токсик играет на Вичдокторе. Scream Eye играет на Эмбер Спирите. А пока что мы ожидаем, пока переподключатся у нас персонажи. И смогут они зайти и начать игру. Ну, точнее, продолжить смотреть. Мы продолжим смотреть, а они начнут игру. Собственно. Наконец-таки добирает у нас человек с нечитаемым ником. Своего персонажа. И мы ждем. И за это я тоже ему минус ПТС дам. Да, я ему напишу. Думаю, ничего страшного. Не произойдет. Просто его замучу. И ждем начала игры. Все еще ждем. Когда же начнется игра. Расходится у нас команда по линиям. Давайте посмотрим закуп. Имеется у Виспа снова два запульных тангуса. У Магнуса два Fire of Iron. Две веточки. Одно танго. Суперсоник снова покупает себе Iron Talon. И имеется у него два тангуса. Запуливаем тангуса по ходу Виспу. Ливон с флаской. С тангусом. Обсервир Вардом и Кларити. Картох. Он же Бестмастер. Купил себе щиток. Рингов Протекшн. Манга. Танга. И Обсервир Вард. Тускар. Тем временем скупил себе перчатку на силу. Хил. Веточку. Ну и Вард. Я думаю, рассусоривать бай каждого не нужно. Если вам интересно, можете посмотреть. А я скажу то, что еще у Импер Спирита имеется щиток. Топорик. Танго. И два. Приметом они Iron Branch. Картоха. Заходит на руну. Картоха. Хорошо. Забирает у нас сверху руну. Импер Спирит. Снизу забирает ее. Висп сразу же купает себе Боттл. Уходит он на нижнюю линию. Это типа будет Даблам. Свен. Кстати, да. Как здесь расстановка линии будет? Получается, у нас Магнус в Хардлинии. Свен. Висп на меду. И снизу стоит Леон. Бистмастер. Да-да-да. Вот это да. Картоха. Будет фармить на этой линии. Или же будут они фарм делить с Леоном. Против них стоит Лон Друид. В принципе, Лон Друид может раскатать их. Привет, я пропустил Фрест Блат. Нас съедает Файри Файр. Висп. Нас съедает довольно-таки поздно. Если бы его хотел убить Тава, Ром бы скорее всего убил. А здесь у нас отъезжает Лон Друид. Остается у него 100 хп. Бьют медведя еще, потому что. Но медведя забить довольно-таки сложно. Свен здесь просто заходит крипов и их начинает автоатачить. Висп заливает ману Свену. Можно забирать здесь эмбер спирита. Тот без щитка. Его просто в итоге разминают. Но уже все у нас играет. Парень любивший топорик. Будет ли он открыть топорик или нет. Купил он себе сапог. Здесь пытались как-то подрезать, наверное, Магнус. Или просто продамажить. Не знаю. Но в итоге Магнус здесь забирает крипов в Хардлине. Гду пытается забрать все еще эмбер спирита. У него остается 3 тангуса. И он сейчас будет есть еще один тангус. Висп его пробивает. Снизу у нас все в порядке. Там Лон Дурид добивает крипов. Лон Дурид не отъехал еще ни разу. Хотя был близок к этому. Как он получится, наверное, левел пятый. Сможет забрать Леона. Или же Бестмастера. С помощью своего медведя. Здесь медведи сильно пробивают. Медведи он как раз и обрейдает. Получает стан медведь. Также Хекс. Крилю будет забирать. И не на том эфир. У нас умирает медведь. 300 золота получает Леон. Снова погоня за эмбер спиритом. А нет. Не погоня. Магнус здесь. Чувствует себя неплохо. Третий левел. Висп с инвизом. Снизу забирает Баунти Леон. Посадил дерево. Снаружи с хеллой губой эмбер спирит. Понимаю, что хелл закончится. Летает Вишдоктор Дмитр. Раскручиваются виспы. Виспы первого левела. Возможно, здесь стоит прикачать виспов. Здесь виспы харасят. Скримми. Скримми. Хорошо. Виспы и Вишдоктор Дмитр. Супер Соник. Отводит крипов Урса. Вынужден он это делать из-за того, что Вишдоктор сместился. И парень не может держать линию. Здесь Магнус подстил пару крипов. Дается Клэп. Второй скилл. И увозит Сурсой просто под Тавр. Также закатывается Тускар. Урса чуть не умер. Орешки Тавром откидываются. И может даже подбрить Урсу. Но нет, Урса откидывался с фласки. Здесь опять проблемы у Эмбер Спирит. Хотя здесь есть такого проблемы. Умирает у нас Свен. И может умереть еще и Висп. Висп должен умирать тоже. 200 тысяч кодовлкилл Эмбер Спирит. Собрали у нас Вишдоктора. В итоге забирает у нас двоих Эмбер Спирит. На боте у нас убили Лондруида. Покупается сапог Эмбер Спиритом. И Вишдоктор снова приходит в МИД. Да и им даблкил для Эмбер Спирита там очень много. Если вспомнить про то, что у него вообще ничего не было. Снизу подбирается реген Леоном. Здесь предпризывается Медведь, я слышу. Обвязывается Рэббит. Хорошо, добиваются Крепы. Он до 4-го левела. Почти что 5-й у нас Магнус. В принципе здесь Харлайнеры одинаково стоят. Курьера можно было подрезать, если бы был у ультимейт у Тускара. Но он всего лишь 3-й левел. Медведь. Купил себе сапог. Хорошо. Куда ушел Висп? Висп ушел на стаке. Здесь есть один стак. Откидывается Станом на Свен. Понимаю, что Висп ему должен заливать маны. Качаются Спиритом. Корни прошли. Хорошо, если он может беречь Вишдоктор. Хотя, точнее Вишдоктор Лондруид. Дается Фир. Надеюсь, Савел Вален пытается подступить. Топоры влетают только один раз. Пытается ли он что-то сделать? Отстанивается Медведь. Хотел, чтобы брокнули Корни. Но Корни не брокуют. В итоге забирают под Тавером у нас Лондруида. Уходит Леон со 100 хп. Делает стаки или на базу же. Покупает он себе Трэнквил Буцы. Также покупается Смуг. Леоном и сейчас будет выход в мид. Свен 5 левела Стан в 1. Раскручиваются Виспы. Хорошо. Виспы прошлись. Касочки. А, еще один плюс Вишдоктор. Против Виспа это наилучший герой. Ибо его касочки летают по-двоему. И не дают этим двум ничего сделать. Здесь Магнус. Давайте посмотрим на Недвок. Бистмастер. Подрубает Хилвич Доктор. У Бистмастера сейчас будет сейчас уже бить Гикрономикона. Через 1200 примерно. Ну, минут на 12 или 15. Я думаю, не будет. Дается ультимейт Лондруида. Пошли забирать Лондруида. Кабаны стопят. Отдается Фир. Но кабаны. Кабаны нарезают. Едает Манго. Топоры пытаются подлить его Вишдоктор. Но замедляют до сих пор кабаны. Кабаны подставляют своего хозяина. Хотя он уйдет в любом случае. Здесь погоня за Урсой просто. 34-х по него осталось. Убили вот где-то Устскара. Уходит у нас Урсана на базу. Перепризывает. Смелитесь. Подхиливают. СТВА. СВЕН. Стан. Не подрубает ГДС. Не дерется. Мембер Спирит. Нету реганта Мембер Спирита. Чины даются. И почему так поздно? Почему так поздно подрубаешь ультимейт, друг? Почему? Зачем так поздно? Заканчиваются в щит. И теперь минус так же Мембер Спирит должен быть. Да, и он забирает Мембер Спирита. Но почему так поздно подрубил ГДС на один удар? Один удар больше с ГДС, и ты бы выживал. Ты бы убивал. Хотя там по-другому сложилась ситуация. Но все, здесь Вич-Доктор теперь глупает на боте. Ушел у нас с бота Леон. Очень лузовый бестмайстер. Может выйти просто Вич-Доктор и убить его. Совершенно спокойно. По закупу. У нас у Виспа имеется бот лапнутый стик. Также сейчас закупил себе... Ну, должна принести его куран. Магнусу убивают от срочи его даггера. Остается ему где-то 1250-1350 до даггера. Закупает ботл себе. ТП, хорошо. Суперсоник. Также хочет, скорее всего, купить себе какой-то быстрый даггер. Хотя здесь еще ничего неизвестно. Возможно, это Саша и Яша. Снова уходить в плотность будет. Леон. 800 золота имеется. Не знаю, что это будет. Если бы это был Глимер Кейп, по-любому купил себе Куагу. Скорее всего, тоже так же даггер. Картохов. Хочет собрать себе Некрономикон. Летит ему Фласков. Будет подхиливать. Также летит ему Посох. На интеллект. Тускар. Ничего. Урса. Фызы. Лондроид сапог. А что, у медведей лондроиды есть? Также сапог. Токсик с сапогом. И рапсами. Скриме. Имеется рингфакуила. Ботл сапог. Скриме. Токсик. Токсик получает просто по щам от бестмастера. Эти кабаны навалят по щитам урона. Почти как и сам бестмастер. Бестмастер. Связывает здесь бестмастера. Нету щита. И может бестмастер хоть что-то сделать. Бестмастер призывает нового кабана. Его подхиливают. Бестмастер можно по скриме. Во скриме там аж 3 секунды на новый щита. В скриме большие проблемы. Чинами откидывается. Здесь приходит также лондроид на помощь. Но здесь уже перерезал ли он. Хорошо. Хартоха. Даблкил. Прилетает лондроид. Кабан умирает. Вызывает снова кабан. Будут пушить у нас ребята из СССР. Хорошо. Дизарка заходит в спину. Могут проблемы у Токсика. Токсик дается стан. Хорошо. И жабах это Фир дается. Вот СДВая пытался последствовать своего тиммейта. Корни не прокуют. А так можно было бы забрать Леона. Приходит сюда Эмбер Спирит. Начинает выжигать все щитом. У щита уже пошла 1-4 во времени недействия. И просто выходит Свен с виспом в спину. Свен. Панцует у нас ту Скар. Но его все равно добирают. Минус 3. Хорошо. Висп возвращается на мид. Один-одинешенник. Также СДВая можно забрать. СДВай заходит слишком далеко в спину. Подкапывают его СДВай. СДВай должен сейчас жабу быть превращен. Да. Превращен в жабу. Ультимейт от Бестмастера. Пытается его подсевить здесь. Свой же Медведь. Но не получилось это сделать. Хотел подойти до Этифира. Возможно выжить. Но не получилось. 12-5. Тир проигрывают в щи. 5 тысяч по золоту. 4 тысячи по экспириенсу. Ну и как так можно? Как так можно играть? Вы просто идете и отстаетесь. Как так? Зачем? Оказывается все шикарно делают СФ и все отвратно делает команда. Тир. Если кто-то что-то делает, это скримит. Наверное единственный нормальный игрок этой команды. Вы уж извините, но по-другому никак и не сказать. Здесь картоха. Пушит фод. Суперсоник. Чинами не попадает. Ну что ж, бывает. Скримми получает орех. От Таура. Суперсоник. Девятый левел. Эмбер Спирит наконец-таки вкачал свой ультимейт. Скримми. Жаба должна быть от Леона. Нету реминанта. Нету реминанта. Жаба от Леона дается. Хорошо. Есть еще станд. Подков. Ультимейт. На ультимейт нету маны. Высасывает он маны у Скримми. И Скримми. Нету все еще маны на ультимейт. Добивает урна Веспа. Что ж, неплохо. Картоха. Вторые Некрономиконы. СТВАЙ. По-прежнему восьмой левел. Фанки Йо. Фанки Йо. Что же делает? Здесь есть даггер Магнусу. Уже. Господи. Магнус. Бафает себя. Магнус. Телепортируется на бот. У нас Урса. До сих пор не здесь. Урса. Фрейлиния. 12 минут. До сих пор нету Владимира. Вы серьезно? Вы серьезно? Вот сейчас. Только сейчас закупит он Владимир. С Фрейлинии. Бестмайстер. 41 добитый крип у Урсы. Бунетворсу. Он на пятом месте. Не самый лучший, конечно, керри планеты. Здесь умирает у нас Вичдоктор. В Сол от Магнуса через РП его забрал. Ой-ой-ой. Просто палец дается. Мгновенно забирает у нас слон друида. Свен. Фармит меду. Если сейчас на него выйду, в принципе, он забрать. Может, с доминатора переручать к себе крипа. Будет делать стаки. Выходит у нас здесь. Урса и Тускар в бот. Нету пальца смерти. Есть подкоп. Не имеет... Ты хотя бы здесь маску взял. Чтобы хотя бы уже с Владимиром быть. Высасывает ману ли он у нас. У, дикокрыло потрошители. Видит, соответственно, он и Урсу, и Тускара. Так, это с него Тускар. Должен даваться стан. Да, должен даваться стан. Да хорошо, станет двоих. Приходит сюда СВН. И спасает свой тиммейт от стан. Почему не дается стан? Хорошо. Но Урсу там уже успел подрубить свой нрейдж. Урсу там подрубил нрейдж, но все равно умирает. 17.5. В 10 тысяч преимущества у команды СФ по Зоботу и в 10 тысяч по опыту. Вы хорошо здесь, в скриме, доджет стан. Ультимейт от карточки по Токсику. Ультимейт от карточки по Токсику. Ломается Тир 2 Тауэр на боссе. Высасывается Манолеоном. Здесь пытается что-то сделать. Семер Спирит. Сейчас хочет как-то подойти, связать. Нету фистов на 9 левеле. Видит Курьера. Курьер его спалил. Разгон на картошку от Ускара. Точнее, это шар. Картошка сейчас может, в принципе, забрать Фанкио. Фанкио у нас умирает. Картошка живет. Здесь Некрачи работают. Выжигает просто полностью ману Скриме. Скриме. Скриме должен умирать от кабанов. А где Некрачи? Некрачи уже умерли. Дару. Урса его цепляет. Но слишком быстро бегает. Дару. Мансует хорошо. А Турсы, но урса его чекает. Это Клэп. И все-таки забирает у нас Пиона. Получают 400 золота. А за Лондрид у нас Лондрид умер. Да, Лондрид умер в топе от Магнуса. Похоже, даже без РП его забирали. И ломают Тир-1 Тауэр в топе. У нас ребята из команды Санк. Конечно, это Глиф, все-таки такое, но... Такая себе затея. Глиф на Тир-1. Просто, чтобы обновился на Тир-2. Замедлить пуш. Адепта. Ну и адепт у нас из Харды. 4-1 Хардлиния Магнус, ребята. Вот он, нормальный Магнус. Посмотрите, 4-1 Хардлиния. Ставил против милищников, унижал милищников. Вот он, Магнус здорового человека. Скримис, сейчас будет умирать, хотя нет картошки, не условно дать ультимейт. А вот по Токсику можно пройтись топорами. Токсик. Супаются деревья. Должен быть стан. Стан. Не жалеет. Стан Токсик. Призываются. Некрай. Господи, как больно Токсику. Как же ему больно. Как же больно здесь Токсику. И у нас просто неадекватные ребята попались из команды Тир. Да, такое тоже бывает. Просто засуну. Вунг всех. Наебая это неадекватность. Ребята проигрывают 27, ничего не могут сделать. Единственное, что они умеют делать, это писать в чат. Да, такое тоже бывает, ребята. Ну, видишь, доктор здесь умирает. Хорошо. Просто картоха забрал его. И сейчас пойдут немножко толкать Тир-3 с Некрономиконами, с кабанами. Птички разведают. Три персонажа команды Тир находятся на верхней линии. У Сака дает 18 секунд. Тут у Скара есть ТП. Пытаются сломать Тир-1. Здесь крипы далеко, поэтому сейчас Некрономиконы умрут раньше, чем зайдут на хайграунд. Хотя, может, пару тычек сделать. Здесь тем временем в бис боевает от Ускара и Лондруид. Убегает у нас в страхе Урса отсюда. 1200 денег у него имеется. Телепортировался у нас Эмперспирит на бот. Картоха. Хорошо. Минус Урса. Вот здесь у нас, в принципе, ультимейт у Леона. Минус Урса, как я и говорил. В скриме. Летает. И кассочки! И кассочки ставится Деввард. Картошка. Неужели он умрет? Выживает Картошка. И 99 хп. Хорошо. Выжил просто на крополях. Здесь, в виду, у нас Свен с виспом пушит линию. Суперсоник. Дает на себя баф. Стан по токсику. И сразу же висп помогает его забрать. Так же Леон подстилил стану. Ну, это понятно. Здесь не хотел стилить стану. Просто кассочки были бы, мог бы уйти уже. Бич-доктор. Ибо эти кассочки настолько противны, что не дают сделать ни тычки. Хорошо здесь адепт. Отслушивает линию. Но пока что просто без шансов. 20 тысяч преимущества по золоту у Эсфов. И 14 тысяч по экспириенсу. 20 тысяч преимущества на 16-й минуте. Это годится на новый рекорд, если будет 35 вообще на любой минуте. 35 тысяч преимущества ни разу не было. 30 было. 35 не было. И тут 30 было один раз. Это... Такой себя. Чаще всего 25 все заканчивалось. Ну и что? Сейчас можно сделать в команде ДСФ. Пойти забрать Тир-2 в топе. 20 тысяч преимущества пойти. Не знаю. Если вы боитесь на Рошан. Если чувствуете себя уверенно на хайграунд. Все. Т2, Рошан, хайграунд. Все. Больше ничего не нужно. У Леона сейчас будет палец через минуту. Также имеется ультимита бестмастера. Имеется РП. Только что она откодешилась. Есть Трилокейт. Есть ГДС у Суэна. Тир постарается поддефать. Здесь адепту пытаются сбить дайгер. Но, по-моему, Мишка не бьет. Убежается Фир. И Леон. Подкапывает спиритбиром. Руинит у нас Тускар только что своего спиритбиром. Подступил на него немножко. Айронтем он выкладывается. Что это было? Я знаю. Санекрая не знаю. Какие-то манипуляции у нас сайтовым. Минус Лонбрид. РП под Токсик. Должен вывозить у нас сейчас Макмус из-под Тауэра. Минус Токсик. Бэйбэй говорит у нас Лонбрид. Если у него Медведь. Медведь в Куздауне. Так что он будет у нас не бесполезен. Еще и Минус Скримми. Но Скримми уходит. Просто как много суммонов. И как заходят они под бафами на хайграунд. И это ГГ. Если побеждают с нас на этом фасткапе. И это похоже в фейк ГГ баланс. Ну что же. Будут ломать трон. Сейчас ломают. Тир 2 на... Тир 1. Господи. Тир 3 Тауэр на боте. С третьего раза только попал. Сломают также сторону. Попадать не забыл. Сукар. И с ней отломается трон команды Тир. Поздравляем мы команду Суппобеды. Они одержали уверенную победу на этом фасткапе. Ну что же. Для вас работал фастер онлайн. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч. Участвуйте в турнирах это с ЛТВ. Побеждайте. И главное не будьте такими, как команда Тир. Будьте адекватными и вежливыми. До свидания.